Дорогая церковь, дорогое собрание Божьего народа, так, откровенно говоря, так приятно быть в ваших местах, в вашем городе. Ну, а когда мы говорим о городе Хэммед, мы, конечно, понимаем, здесь очень важная такая пред Господом есть церковь, славянская церковь в городе Хэммед. Дорогие, Павел Тенька такая прекрасная, мы видим, как наиболее качественнее и более обширно служение Господу, когда мы, особенно в воскресных богослужениях, воздаем Ему славу. Дорогие братья и сестры, это очень важная часть. И если только мы в нашей жизни практикуем, чтобы во всех обстоятельствах жизни уделять время для того, чтобы хвалить и благословлять имя Господа, это найдет обязательно тот время, тот момент, когда Бог вспомнит о нас, тогда, когда нам будет, может быть, трудно, тогда, когда, может быть, будет оставлять здоровье, может быть, другие какие-то обстоятельства, Бог не откажется от Своих поклонников, которые прославляли Его и благословляли Его в то время, когда им это позволяло возможность. Братья и сестры, продолжая слово в этом собрании, которое говорили наши братья, нам так приятно не только встречаться с вами, как с друзьями, мы уже со многими, со многими за эти годы познакомились, знаете, и так случается, что всегда нас покоит дом вашего пастыря, Андреевич, Мария Викторовна. Вот знаете, что мы заметили? Что это не вынуждено, что это не... Ну, ладно, ну что ж, такая наша обязанность. Еще задолго до того, как мы подъехали в дом, брат уже встречает нас возле гаража, где мы должны парковать. Братья, поймите, мы как служители, мы не занимаемся детством, знаете, там, кого-то похвалить, так вот просто сказать, замежду прочим, комплимент. Мы говорим о том, что... Когда мы читаем о горюях веры, это были такие же люди. Писание говорит, что Илья был подобен нам. Но в своей жизни эти люди совершили великий подвиг. И нет необходимости ожидать какого-то время, удобного случая, что, Господи, ну, я вот Тебя прославлю. Я Тебя возвеличу. Я Тебя не подведу. Я покажу этому миру, а может и самому дьяволу, о том, что я есть Твой сын или Твоя дочь. Вы знаете, возможно, в нашей жизни такого момента и не наступит, если мы будем Его как-то ожидать, представлять. Господь желает ныне день, ныне время. И эти люди, которых окружали такие обычные будничные дни, обстоятельства, они смогли в этих обстоятельствах, взирая на славу Божию, переживая Божьи милости, переживая Божьи благословения в своей жизни, они остались верны, они были благодарны, они были посвящены. Это люди, которых в действительности нам Священное Писание предоставляет как мужей веры, мужей, жен, которые действительно в своей жизни прославили имя нашего Господа. Знаете, очень часто мы обращаем внимание на слова близких нам людей, дорогих, во время, когда они уже оставляют эту землю, правда же? Я встречал очень много даже молодых людей, даже на бракосочетании, когда уже не было в живых отца или матери, жених и невеста говорили, о чем им говорили родители, когда уходили из этой земли. Вообще, Писание, это неиссякаемый источник откровения, силы, вдохновения, помощи, благословения. 16 стих 3 главы Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Многие ученые, прибегая к тому, что этот стих важен не только по своему содержанию, по своему тому, что это и самое важное, что может встретить человек на этой земле. Этот стих включает в себе 10 наиболее встречаемых слов в русском или другом языке. Дорогие, по истинной действительности невозможно передать важную вещь, не говоря о важной сути, о ценности, тем более, что если это ценно, в очах Божьих. Вы знаете, сегодня Господь тоже как-то положил на сердце говорить о молитве, которую учил Иисус своих учеников. 11 глава Евангелия от Луки говорит о том, что было время, когда Иисус молился и перестал, и ученики подошли и сказали, «Иисус, научи нас молиться так, как Иоанн научил своих учеников». За этими словами стояло то, что когда Иисус в каких-то обстоятельствах прибегал, и в молитве своими короткими словами к своему небесному Отцу совершались великие чудеса, перемены, и ученики, может быть, где-то наедине хотели копировать это, и это не всегда получалось. И они поняли секрет, что их служение, их жизнь будет благословенно, наполнена смыслом, она будет иметь результат, если они будут молиться молитвой, которой молился Иисус Христос. И Иисус Христос в действительности привел пример. Это мы читаем в Евангелии от Матфея, шестой главой, мы читаем здесь таковые слова. Девятый стих. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Мы замечаем, что, может быть, жизнь православных людей или людей недостойных в какой-то мере скомпрометировали, что они, может быть, молились этой молитвой, но их жизнь не соответствовала настоящему содержанию этой молитвы. В зале есть молодые люди и подростки, дорогие. Эта молитва включает в себе как формулу, как, знаете, включает в себе как концентрат всех вытекающих молитв, которые мы можем совершать, а они разные, в нашей жизни. Вот почему Иисус Христос не оттолкнул и посчитал важным, чтобы преподать и говорит «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Не обращайтесь к Господу просто так на легке, не обращайтесь к Господу просто так мимоходом, просто так, будучи занятым, просто, может быть, как мы говорим, на автомате. Иисус, я думаю, когда говорил эти слова, Он хотел посмотреть в глаза каждого своего ученика, каждого слушателя. И когда произнесел эти слова, это были слова состоянием, это были слова отношением, это были слова почтением. Молитесь же так, Отче наш. Сущий на небесах. Во всех народах, языках и временах люди практиковали свои молитвы. Это были молитвы надуманные, молитвы по обстоятельствам, молитвы, которые люди могли каким-то образом просить или через них ожидать помощи. Молитвы были направлены различным, не только, может быть, каким-то, ну, живым существам, будем говорить так, духовный мир очень велик и таинственен. Люди могли обращаться к различным вещам, различным изделиям, творениям рук, и они могли говорить, но никогда, когда человек обращается к живому Богу, не может сравниться с теми, которые обращаются, так называемых, Писание говорит, богам. Тогда, когда мы обращаемся к небесному Отцу, мы говорим, Отче наш, это Тот, мы признаем, Который есть Владыка всего, и мы из Его творения. Он нас родил, Он самый близкий, говорят, первое родство в семье, это отношение родителей и детей. Дорогие, нет ничего выше, как просто сказать, ни начальник, ни господин, ни уважаемый какой-то или такая-то, а сказать, Отец мой, Отче наш, Сущий на небесах, то и сразу, это не земной Отец, мы уважаем, чтим наших земных отцов, тех, которые дали нам жизнь, те, которые помогли нам в нашей жизни, те, которые молились, как сегодня брат Валерий говорит, те, которые провозглашали за вас, дорогие молодежь, ваше благословение, благополучие, оно во многом зависит от того, как вы слышите слова в ваших устах, ваших родителей, как они молятся, или они просто просят и умоляют, или они провозглашают вашу жизнь, они благословляют вас полноценной христианской жизнью, это во многом зависит от нас, дорогие дети, это зависит от того, как мы могли жить в наших домах с тем, чтобы родители перешли от просьб, от того, чтобы Бог только спас и помиловал нас, перешли, может быть, в молитве такой, чтобы благословлять нашу жизнь, благословлять нашу учебу, благословлять наши пути, благословлять наши судьбы, дорогие, это так важно, родительская молитва, молитва отца и матери, они до сих пор имеют силу, потому что, зная Бога, они через свою молитву, вселяют в нашу жизнь многие важные духовные истины, и так, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, и смотрите, пред тем, как приступить к просьбе, это так быстро, так присуще нам, в основном славянам, о том, что мы хотим все и сразу, и просить, чтобы это вот явилось, это пришло, Иисус хотел научить, что, дорогие, вы никогда не цените то, что Бог вам хочет дать, если вы не познаете, кто источник, и Божье желание есть не только в том, чтобы мы получали от Него, чтобы мы могли знать Его и искать Его лица, а в Нем мы будем иметь все необходимое для нашей жизни и для нашего благочестия, и поэтому Бог как бы переставляет через Иисуса Христа наши и строит, выстраивает правильные отношения с нашим небесным Отцом. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Представьте, дорогие братья и сестры, этой молитвой молятся простые земледельцы, этой молитвой молились и, может, и сейчас молятся люди, которые в рабстве, не имея никакого перспективы в этой жизни. Этой молитвой молятся цари, этой молитвой молятся там все устроено, на небесах там все говорит о славе Божией, на небесах там есть четкий божественный порядок, и мы как бы молиты перед тем, как будем молиться о том, что так болит нам, что так нам необходимо, что так важно, о чем может быть и причина, почему мы молимся. Иисус учит, дорогие, вы говорите о том, не только имеете свои нужды, не только смотрите на свои просьбы, вы смотрите в общем, вы молитесь о том, что да будет воля Твоя, которая на небе, чтобы она была и на земле, и да придет Царствие Твое. И ниже мы читаем, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Этот контекст этой молитвы говорит о том, что мы сто процентов зависим от воли Божией. Это говорит о том, что когда мы молимся, хлеб наш насущный, это все то, что важно для нашей жизни. Это не то, что я сейчас хочу, не разумея, что это может быть, не есть и не ли, не послужит ко моему благу. Но я прошу об этом, а такие бывают молитвы, когда Бог хочет, чтобы мы изменились и подчинились, и могли сказать, хлеб наш насущный, дай нам на каждый день. Хлеб, который крепляет сердце, хлеб, без которого человек не может жить, хлеб, который подразумевает также духовную пищу, потому что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим из уст Божий. И об этом Иисус хотел научить. Дорогие, молитесь так, чтобы то, что в очах Божьих важно для вас, вы могли это поставить на первое место. Вы не можете прожить ни дня, ни часа на этой земле, как бы располагаясь, только о том, что вы вот живые существа. Наша жизнь, она сокрыта в Боге. И если Бог подволит продлить жизнь нашу, это так и будет. Поэтому здесь Писание говорит, хлеб наш насущный, дай нам, или подавай нам на каждый день. То есть Господь, я вполне абсолютно зависим от Тебя. Я не могу сам по себе, даже если у меня есть достаточно одежды, достаточно полный холодильник, достаточно есть финансово, может быть, чтобы покрывать ближайшие мои расходы. Я абсолютно зависим от Тебя. Я это понимаю, я этим дорожу, я это имею в виду, когда молюсь даже о моей самой насущной, самой больной нужде. И ниже мы читаем, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Правильное отношение перед Богом открывает божественные двери для того, чтобы пришла божественная помощь. Как христиане, мы понимаем, не всякая молитва услышана. Правда же? Грешник, описание говорит, Бог не слышит. Разве только, когда он будет каяться. Когда люди, просто понимая или разумея, что кто-то получает, и они пытаются подражать, и они пытаются манипулировать Богом, они пытаются вынудить, чтобы Бог пришел и помог им, этот вариант не работает. Бог никому не подотчетен. Он абсолютно независим, и Он суверенный Бог. Поэтому, когда мы говорим, Господи, прости нам, но при всем этом мы уже имеем в виду, что мы покрыли грехи чьи-то, что те оскорбления, неправильные отношения, которые были по отношению к нам, мы уже, как те, которые верят и знают Господа, мы уже могли покрыть, простить, не мстить за себя, не воздавать, не быть судьем строгим, мы уже в ущерб себе, своему положению, своего авторитета, может быть, своей семье, мы это сделали, понимая, что Бог сделал для нас несравненно больше, потому что Он простил нам, и Писание говорит, как, если Он Сына Своего не пощадил, как с Ним, и не дарует ни нам всего, то есть у Бога нету никаких преград к тому, чтобы не спаслать просимое, если мы просим по воле Его и просим во славу имени Его, и понимаем, и разумеем, что мы, как Писание говорит, что мы прощаем должникам нашим, правда, не просто прощать, братья и сестры, здесь Писание не говорит, что вы прощаете им грехи, вы прощаете и покрываете, не об этом говорит, а когда твоя жизнь, твое имя в такой-то или другой ситуации требует, чтобы ты мог при всем выборе, который тебе предстоит, выбрать волю Божию, выбрать Божье дело, избрать и поступить так, как поступил бы Христос, тогда открывается полное право, пред Господом открывается дерзновение, и эта молитва Богом услышана, потому что мы делаем подобно, как Он делал бы, и Он прощает нам, потому что мы прощаем. Дорогие родители, я хотел бы сказать, очень часто, особенно здесь, в эмиграции, нас очень бывает, как мы говорим, достают наши самые близкие. О ком мы радуемся, и о ком мы печалимся? О наших детях. Дети, это и есть самая великая драгоценность на этой земле, и радость самая большая, Иоанн Старец говорит, нет больше этой радости, но это и есть также печаль, когда мы видим, когда их жизнь, их детство, юность, молодость протекает, может быть, не таким образом. Дорогие, если мы для них не строгие судьи, если мы не критики, если мы не те, которые просто указываем, занимаем место Бога, если мы как родители, мы вмещаем их, это наши дети, мы просто пред Господа молитвы просим о том, чтобы Бог выполнил и совершил, и отдаем эту часть, чтобы Бог мог совершить в наших детях, тогда, когда мы не можем повлиять, наша мораль, наше учение, наше, может быть, требование, наши, может быть, установки, они не работают, бывает, тогда, братья и сестры, не нужно отчаиваться, нужно обращаться и понимать, что Бог силен соделать, если мы это просим во имя Его, по воле Его, и Бог дарует нам просимое. И Писание говорит, «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Друзья, дорогие, в этих словах «не веди нас в искушение» говорит о том, что мы просим Господи, сохрани нас от греха, сохрани нас от ложного пучи, сохрани нас от ложного учения, сохрани нас от всякого заблуждения, храни нас, избавь нас от лукавого. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, ибо Твое есть Царство. И опять, как бы, конечная цель, конечное признание воли Божьей, силы Божьей, имени Господа, это точно Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Братья и сестры, давайте мы поднимемся при лице нашего Господа. И совершим эту молитву благодаря и благословляя великого и чудного Бога нашего.